В последнее время на территории Российской Федерации участились случаи взрыва газа в многоквартирных домах и гибели людей из-за отравления угарным и природным газом. Комплекс мер и задач по устранению проблем, связанных с эксплуатацией газа, было решено обсудить в ходе круглого стола в Главном управлении Мособлгаза. У нас на сегодняшний день обязанность по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, в которое входит газоиспользующее оборудование, это бремя собственника. У нас одна из тем, для того, чтобы собственника заставить заключать такие договоры, надо применять некие жесткие меры, в том числе КОАП, вплоть до уголовного преследования, если по вине собственника разгильдяйство или нежелание произошла трагедия. Основные причины, которые приводят к страшным последствиям – отсутствие правового механизма, самовольная газификация и монтаж оборудования, отказ потребителей заключать договор на техобслуживание и ремонт. Газовое оборудование жилых домов десяток лет находится без соответствующего присмотра. Ошибка одного жильца может превратить целый дом в руины. А вот проверяющим хозяева квартир зачастую не рады, ведь в случае нарушений подключать оборудование и покупать исправные приборы им придется уже за свой счет. Для каждого вида оборудования устанавливается отдельная стоимость, если речь идет о газовой плите, либо о котле, либо если это газовая колонка, в зависимости от ее возраста, в зависимости от того, сколько времени она эксплуатируется, устанавливается плата. Если обслуживает МОСОБОЛГАЗ, значит у МОСОБОЛГАЗа есть свои расценки, и в зависимости от возраста оборудования, обслуживание осуществляется от двух раз в год до одного раза в три года. Участники совещания уверены, что отдельными точечными мероприятиями ситуацию с газом к лучшему не изменить. В первую очередь необходимо на региональном и федеральном уровнях совершенствовать нормативно-правовую базу. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.